И вот этот кувшик с его теневыми проявлениями. Вот такое рисование, вот такое, вот такое, плюс бирюзолинки, вот такое, вот такое. Смотрите, я прям балуюсь пальцами, посмотри, что делается. Вот такое, вот оно, вот оно. Это вкусно? Посмотри, уже пол букета готово. Потом краснотики нашвыряешь, нашвыряешь, в том числе. Нашвыряешь, нашвыряешь. Поперечисляешь все пятна. Оранжевый, нашвыряешь, нашвыряешь. Предмет мутный, предмет рябой, предмет мутный. Вот это все вот так вот нашвыриваем. Хорошо? Это можно отставить. Ну, смотри, как смотрится. То есть чуть-чуть его подвинешь. Хорошие цепочки. Там, где у нас белый, чтобы не сопротивлялся, чуть-чуть вытерла, взяла белизну с охристостью и беленькие тоже чуть-чуть понанесла по этой же схеме. Хорошо? Ага. Подтираем чуть-чуть, подтираем до сухомятки. А в сухомятку прекрасно ляжет, еще и соседние цветики подберет и станет красивеньким. Потом и кисточка придет. Поток сознания. Там он немножко, вот видишь, создает вот этот вихрь. Штуковина ушла за середину. Она ниже середины, это нужно выразить. Она у тебя сначала была слишком большая в ширину, теперь она стала слишком большая в высоту. Она ниже середины, это должно быть обозначено. Вот здесь она. То есть есть вот это лишнее. Так. Хороший набор. Здесь по высоте. Для того, чтобы показать та лежачая, а эта вниз. То есть обозначение плоскостей должно быть всегда выражено весьма. Вот. К тому же он там низко дал, а ты уже и это подняла, и соответственно к нему уже хочешь пристроить и все остальное. В итоге у тебя на шикарный букет может не хватить пространства. И все-таки вот это вот, вот это вот движение, вот его нужно насадить. Даже ценой ломки рисунка. То есть есть вот эта вкуснятина там падающего букета. Так. Хорошо. Значит, вот это все чуть-чуть приопустить. Вот тебе пределы кувшина. Вот его верхний цвет, да. Вот его. Вот его. И рыжий, кстати, подпустить хорошенечко. Так. Значит, когда мы вот основную массу пятен доберем, можно взять, конечно, и тряпочку, и белильцами все-таки создать вот эти светлые дымы. Угу. В букете. В окружении букета. Вот это же прямо туда. Оно? Смотри, как свет из-под теневой сразу создал настроение. То же самое, чуть-чуть штриховательно и тоже немножко, может быть, туда штриховать, чтобы была вот эта идея падения и здесь. Здесь более конструктивно, более спокойно, с геометрией внятной. Хорошо? Цветочки, например, особенно белые, можно замешать что-нибудь доброе, светлое. Накидала под раздавила. Потом посмотришь, кто из них просится в цветок. Потому что срисовывать каждый цветок у нас не хватает ни времени, ни потребности нет в этом. Накидала, накидала. Раздавила. Постоянно вытирая. Красный тоже возьмешь, в том числе, кадний. И краснотики тоже начнешь набрасывать. Аж с такой активностью. Потом на них лягут. Освещённые проявления. Хорошо? Красота. Вот такой. Вот этих веточек. Они там несколько хворостом. Ребром мастихина создать эту рябушку. Синий-коричневый даст такой очерчивающий цвет. Его тоже подсунуть туда-сюда. Хорошо? У вас так. Синий-коричневый, очерчивающий. Ты же ещё не пробовала. Синий-коричневый, очерчивающий. Вот он. Вот он. В общем, ты видишь, я немножко игнорирую рисунок, а при этом получается довольно симпатичное пятно. Потом отрезала, вернула светлятинки. Не хватает тёмности вот этому пятно. Чернявости вот этому месту не хватает. Вот это умереть. Этот красный – это рефлекс от цветов. Вот эти мутноватые, почти акварельные расштриховки довольно здорово сидят, потому что упаковка краски непонятно какая, но красивая. Так. Продолжение следует. Продолжение следует... То есть сначала создадим сияние вот этого блика, который там сиятельно звучит, а потом поставим. Причем блик там несколько тих по отношению к белому в других местах. Кистью деликатно уложишь сияние и бликование здесь. Продолжение следует... В центре кидаю уже бликование, округлость выражаются. Вот этих вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть это почти произвол. Тоже хворост насадить чуть-чуть. Пустяк, а пятно приобрело как бы рисунок. То есть как будто что-то порисовано. Хотя на самом деле плоскость эту отсечена, чего она до сих пор не звучит. Плоскость заставить звучать, вывести ее на нас. Ты видишь, сколько инструментов используется, да? Если надо, и вот этот инструмент. Но грань прозвучала. Внутри пятна. Значит смотри, вот эти вот перегибы света и тени. Самый темный на перегибе. То есть не везде все темно внизу, да? А вот на перегибе самое темное. А там даже некоторая теплота дерева. Хорошо? Давай навязать эти вещи. Вот эти вот так же, как мы вот здесь. Ой, какие круто! Ой, класс! Ой, 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 ой! Смотри, я чуть-чуть очертил и он уже окончательно цветок. Правда? Уже не удачная лохматка, а окончательно цветок. Тоже красиво. Желтеньких подпусти. Желтеньких. Причем желтый а-ля охра. Коричневый. Желтота. Такой охрененный цвет. Последний раз сказали, что мол-то противно смотрится. Это желтый. Теперь я его боюсь. Ага, смотри. Коричневого, смотри, как он. Звучит. Чуть-чуть покидать этих желтых. А так отличненько. А что дальше делать после желтых? Ну, порисовать всех. То есть... Кисточку для цвета. И силуэтики. Да. И даже где-то кисти. Даже где-то... Да, у тебя получилась. Даже где-то... Березу только добудешь себе. Вот даже вот такие звуки. Вот такие. То есть чуть-чуть рисовать. Только не значит, что надо забить все. А появятся и такие. Вот такие появятся еще. Вдобавок. Смотри. Хорошо? Ага. Давай-ка. Ага. Вдобавок. Окружение будет тоже красиво. Игоря. Простого человеческого Игоря. Да. Да. Спасибо. Очень хорошие звуки. Ага. Очень хорошие звуки. Игорь Негода. Даже где-то упилить фарма. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok